Здравствуйте и позвольте разжечь. Вы смотрите Политвестник ТВ, программу «Третий мир». И сегодня мы беседуем с известным политологом Андреем Пьянковским. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Добрый день. Мы с вами виделись в последний раз в конце мая этого года. И с тех пор очень много событий произошло. История с наводнением в Крымске, она очень четко проявила стиль отношений между властью и гражданами, прочертив такую линию отчуждения. Как вы считаете, этот интересный стиль, власть сама по себе, а граждане сами по себе, к чему приведут такие взаимоотношения в России? Во-первых, Леонид совсем согласился с вами, что она прочертила какой-то новый рубеж и новый стиль. Абсолютно тоже взаимоотношения власти и общества, и тоже поведение власти мы видим в течение последнего десятилетия, как минимум при любой масштабной катастрофе. Это было и в Курске, при Курске гибели Курска, при Беслане, Нордосте, пожарах, прежних наводнениях и так далее. Власть и, прежде всего, верховная власть интересует собственный рейтинг, собственный пиар, как это скажется на его политических параметрах. Кстати, 12 лет разделяют катастрофе гибели подводной лодки Курск и трагедию в Крымске. Очень впечатляющие параллели в поведении Путина. Первая реакция и потом где-то через несколько дней. Первая реакция довольно такая легкомысленная. Вот уже мало кто помнит те дни гибели подводки. Но на второй или третий день сообщения о том, что на дне была передача откуда-то из Крыма. Там они все Путин, Примаков, там в коротеньких рубашечках, безрукавочках, после сытного обеда так отрыгивая, в очень веселом, фривольном настроении. Насчет подводки – да, все делается, все, что нужно. Зарубежная помощь не нужна. Это прозвучало на второй или третий день катастрофы. Понимаете, то, что случилось, было уже тогда известно. Просто тогда Путин не понимал, что это может сказаться на его репутации. А когда через неделю стало разворачиваться, ну просто негодование общественное, но тогда еще более-менее в свободном телевидении, как НТВ, так и Первого канала, тогда как раз вот погорел Доренко именно за его позицию по-курски. Он отчаянен был, поведение изменилось полностью. Он ринулся туда, уже начал кричать, вдовы были названы проститутками, нанятыми за 10 долларов, он кричал там о болигархах, которые развалили армию и так далее. Весь аппарат работал на рейтинг-порт. Здесь то же самое. В первый день катастрофу нанесел не необходимым встретиться с жителями, так вот на вертолете что-то пролетело. Выслушал чудовищные, чудовищные заявления Ткачева, после которых этого человека нужно было немедленно отдавать под суд. В тот же день Ткачев общался с народом и бросил вот этой толпе, вы говорите, грани между обществом и властью. Да, она всегда существовала, но никогда власть не артикулировала с таким цинизмом. Что же, я должен каждого предупредить? Очень интересное было заявление, Андрей Анатольевич. Ну, допустим, вас бы предупредили, и что? Да, вот это отношение к этому быдлу. Ну, и вот достаточно спокойная реакция, и он уехал встречаться с байкерами, хирургом беседовать, хамить украинскую, не украинскому президенту, это не Вейнуковичи дело, а в нашей братской стране заставить 4 часа ждать, что украинское правительство пока не с хирургом обсуждает проблему Севастополь. То есть не придал значения. Но второй визит показал, что он понял, что, возможно, взрыв общественного негодования, и он уже бросал все, там, 150 тысяч, не семье, а каждому члену семьи, пусть там семье и так далее, как-то заглушить, кого-то запугать, кого-то купить и так далее. Все это было направлено о том, чтобы создать. Да, уже Ткачевым, наверное, будут жертвовать, потому что он все время под камеру, так сознательно, довольно резко обращался к Ткачеву, вот в эту старую парадигму добрый, мудрый царь, нерадивые бояре и так далее. Одинаковое поведение во время двух крупнейших национальных катастроф. Только собой, только рейтингом, только как это скажется на его политических перспективах. Вот этот цинизм власти в персоне Путина, он доведен уже до предела, или, как у нас любят говорить, до беспредела? Андрей Андреевич, в Крымске, тем не менее, например, ненавидят Ткачева, но про Путина говорят, сейчас Владимир Владимирович приедет, всем даст по мозгам, разберется и так далее. Исходя из ваших слов, получается, что Путин 12 лет у власти, ну, фактически уже 13, да, скоро будет. Да, 9 августа будет 13 лет. Так получается, что он, находясь 13 лет на вершине власти, все так же профнепригоден. Но почему же за него продолжают голосовать? Ну, вы знаете, не так уж и продолжает. Если мы вернемся к прошлым выборам, ну, мы достаточно подробно обсуждали эту тему с вами как раз в конце мая. Ну, все эксперты, да и правительственные, независимые оппозиционные, согласны, что на этих выборах примерно половина голосовала за Путина и половина против Путина. Там преимущество 15% это как раз результат Чуровских махинаций, вскрытых точными математическими методами на этот раз. Но последующие, более тонкие исследования, мне, впрочем, за слогов власти, я имею в виду прежде всего Дмитриева, возглавляющего Центр стратегических разработок, показали, что это очень разные половины. Вот эта половина, которая голосует против, это уже люди, которые все поняли, детерминированные, заряженные, которые никогда не изменят свое мнение. А вот он провел исследование среди, как бы, условно, путинской половины. И как он человек власти, поэтому он говорит, что я был шокирован, он вот этими сенсационными результатами, выяснилось, что они очень плохо относятся к Путину. Знают, что все, что писали Немцов и другие в своих брошюрах его коррупции. И когда он начал говорить, почему же вы за него голосовали, он услышал очень стандартные ответы. А за кого же они? За Зюганова и Жириновского. Это напоминает нам, что выборы были сфорсифицированы задолго до дня голосования. Самым вот отбором вот этих кандидатур. Вот второй ответ там, да, а что будет? А вот да, он очень плохо, но будет хаос. Да мне посоветовали, да на работе и так далее. И он сказал, что это большинство, которое готово в любой момент рассыпаться как труху. И вот эта картина, она характерна для всей России. Я не думаю, что люди в Крымске, они испытывают какие-то иллюзии по поводу Путина. Поэтому он не поехал встречаться с людьми в первый день. Он прекрасно помнит, как его два года назад встретили жители сгоревшей деревни. Его охрана едва увела его оттуда. А вот встреча через неделю, она там, вы как профессионалы, наверное, обратили внимание, что достаточно постановочный характер, с откуда-то возникавшими голыми мужиками, которых он похлопал по плечу и так далее. Поэтому я не согласен с этим. Медленно идет этот процесс прозрения. Но знаете что, вот я категорически не согласен вот с такой ноткой, но она у вас не прозвучала, она звучит часто, вот у нас такой народ, знаете, тупой, вот он голосует, какие-то продвинутые люди, они все понимают. А кто обманывал народ 10 лет? Кто все это нес, создавал этот миф о Путине из телевизионных украин? Это интеллектуалы, это блестящие люди, это действительно талантливые люди, как Эрнц, Добродеев, Кулистиков, мастера художественного слова, кто стоял... Вот сейчас все наши крупнейшие экономисты, в том числе служащие, прислужащие власти, говорят о надвигающей экономической катастрофе. Но простите, эти люди 20 лет беспрерывно руководили всеми ведущими экономическими министерствами страны. И они смотрели равнодушно о том, как создается вот эта система клептократии. Я бы вот в этой мифологии Путина, которую страна исторгает из себя с болью, я бы винил не отсталый народ, а вот наших образованцев, прежде всего вот эту нашу обслуживающую интеллигенцию, которая сейчас повторяет мифы. Вот понимаете, дама полусвета, она выступает там, сейчас чуть ли не гуру оппозиции, и получает нас, что нужно влиять на власть, не стараться отстранить ее от власти, что Озунг Путин должен уйти, это маргинализация протестного движения. Понимаете, что значит маргинализация протестного движения? Все прекрасно понимают, что уход, отстранение Путина от власти не лишит ни одной фундаментальной проблемы России. Но ни к одной из них невозможно даже подступиться, пока он находится в власти. Это первый обязательный и необходимый шаг к преобразованию России и решению всех насущных социальных и политических проблем. Андрей Андреевич, важные вещи еще происходят в нашей Путина спасаемой Госдумке. О, да. Когда принимаются в спешном порядке абсолютно какие-то непонятные закончики, и в этой Госдумке ни одной забастовочки, и все готовы голосовать, и все это делается спешно. В общем, система закручивает гайки, сорвет резьбу скоро. Что будет вообще? Ну, понимаете, я бы не придавал такое большое значение Госдумке, и сам ваш термин показывает, что и вы со мной, видимо, в этом согласны. Не она же порождает это. Там, да, там люди стараются высушиться. Какой-то депутат, я, к сожалению, к счастью, забыл его фамилию, он отличился, что он автор сразу двух самых таких позорных законов. Сидякин. Сидякин, да. И по НКО, и по наказанию на... И все они сейчас, сейчас, с торшем в Совете Федерации. Это обойма репрессивных законов по существу, ликвидирующих Конституцию Российской Федерации. Которые имеют к 37-му годы? Ну, нет, 37-й год невозможно. Знаете, по какой причине? Ну, Владимир Владимирович, с Владимир Владимирович пошел бы на все. Но, понимаете, для масштабных репрессий типа Сталинской России или Гитлеровской Германии недостаточно палача-диктатора. Нужно колоссальное количество рядовых исполнителей, не массового репрессия. Плюс и диалог. Плюс и диалог. А и без идеологии нет. Ведь все эти садисты НКВД, Гестапо, они были по-своему честнейшими, убежденными, людьми. Они считали, что они там защищают самую справедливую в мире идеологию или великую немецкую нацию и так далее в разных комбинациях. Этого нет. На массовые репрессии режим просто не способен, хотя, конечно, очень хочется. Да. А точные удары, они, конечно, будут наноситься, потому что вся эта обойма, они еще не остановились. Каждый день какие-то новые инициативы. А по рекордству, это, кстати, реакции на Крымск, где вы были, люди уже были арестованы, просто за то, задавали вопросы о количестве жертв на встрече с администрацией. Кстати, сегодня Путин подписал закон об НКО. Подписал, да. Ну, он подпишет и все, если что-нибудь. Интернет, что нас с вами касается. Кривита. Вот это ближе, а это уж нам с вами ближе. Вот мы сейчас, по-моему, совершили, так сказать, преступление полностью. Ну, я был первым, кого судили по новому закону об экстремизме. Был процесс моей книги «За Родину Забрамовича огонь». И, кстати, он кончился моим полным оправданием. Два года длился. Это была такая маленькая, но все-таки победа свободы слова в России. Ну, видимо, теперь будут за клевету. Поэтому, это от нас зависит. Всех не перевешивайте, как сказала известная советская героиня. Понимаете, все, если, они рассчитывают не на применение этого закона, они рассчитывают на самоцензуру, на то, что они запугают людей. Поэтому, это зависит от нас. Но они не могут открыть одновременно сотню дел по клевете. Это зависит от того, как будет вести себя журналистское сообщество. Собственно, никто не вводил цензуру на телевидении в 2000 году. Просто, сначала арестовали Гусинского потом распустили НТВ. В отличие от сегодняшней ситуации, никаких законов новых не принималось. Но, этого было достаточно для повального введения самоцензуры. Насчет самоцензуры, да, я бы напомнил все-таки братья журналистской Александра Сергеевича Пушкина, ты сам себе судья, взыскательный художник. Ну и клеветать, ты клеветать. Андрей Андреевич, вот буквально вчера на сайте консультант появилась такая бумажка «Правительство Российской Федерации распоряжение 14 июля 2012 года выдать разрешение китайской стороне на пересечение до 30 сентября 2012 года государственной границы РФ вне выделенных воздушных коридоров Российской Федерации при проведении аэрофотосъемки при граничных районах РФ». Что это такое? Вот, пожалуйста. Ну, это то же самое, что происходило в мае-июне 1941 года. Мы знаем из архивных документов и воспоминаний, что гитлеровские летчики спокойно летали и делали, видимо, фотосъемку при граничных районах Советского Союза. Может быть, председатель правительства Российской Федерации Советского Совета во время Иосиф Сталин, так же, как Дмитрий Медведев, подписал такой документ. Но Сталин был несколько умнее, наверное, он таких документов не расслаблял. Это акт национального предательства. Особенно если учесть, я об этом писал, вот, Институт военного анализа, Шарамина и Храмчихина очень много писали. В 2006 и 2009 году, именно вдоль этих приграничных районов, китайская народно-освободительная армия провела грандиозные маневры с миллионом солдат, танковыми дивизиями, бросками на тысячи километров. Всем экспертам было ясно, что никакого отношения это, скажем, к присоединению Тайваня или борьбе с Индией там на Гималайских висотах, это классическая такая война. Об этом писал, кстати, начальный генеральный Шпербы, официальное военное лицо российское, начальник генерального штаба сухопутных войск, генерал-лейтенант Скоков, тогда написал, что на Востоке мы сталкиваемся, нам прострелить классический противник с навыленными дивизиями танковыми, он был, кстати, уволен в результате последней реорганизации, это акт национального предатства. И что за этим воспоследует? Тайцы пролетят с фотографиями? Понимаете, ничего сегодня не последует реально, потому что это уже происходит нового, это уже происходит в течение 10-15 лет. Это фактически сдача Дальнего Востока и Сибири, и Китая. 200 соглашений были заключены тем же Медведевым, мир прочим. Кстати, Путин таких вещей не подписывает почему-то. Медведеву придет за все отвечать во время его президентства. И сейчас почему-то, кстати, распорядился не президент, а премьер, хотя Минобороны и другие силовые, они даже по Конституции президенту подчиняются. А, об этом прекрасно напомнил недавно господин Сердюков в прямом эфире, фактически сказав, Медведев, а ты кто такой? Была такая сцена. А теперь подчиняются. Вот, поэтому, да, было заключено около 200 соглашений, о передаче полезных ископаемых всех сибирских, я, нефть, газ уже давно пройден, 15 лет Сечиным, причем разработка будет вести с китайцами специальные соглашения о проходе китайской рабочей силы, а заводы по переработке будут на китайской территории. Примерно такие соглашения Китай заключает с африканскими странами. Это абсолютная сдача превращения России в младшего партнера Срединной империи. Но вот с таким цинизмом это до сих пор не формулировалось. Видимо, уже настолько наша правящая элита привыкла к своей роли младшего партнера и вассала, что ее даже не шокируют эти документы. 200 соглашений уже было подписано. Да, о строительстве, о разработке российских полезных ископаемых, вся там таблица Менделеева, китайскими рабочими и заводах по их переработке на китайской территории. Это было в 2010 году, я подробно писал об этом, многие писали в моей книге, это в статье «Остров Сибирь», это часть большой политики по сдаче национально-государственных интересов Китая. Андрей Андреевич, а может быть, они хотят отделить Сибирь от России и там воцариться? Хотите жить в Европе, вот вам европейская территория, живите как хотите, а мы со всеми богатствами будем приростать Китая? Нет, со всеми богатствами они хотят жить на Канарах, в Лондоне, на Азорском, подхот Дозор, на Флориде, но ни в коем случае не в Китае. Может быть, вахтовым методом, так сказать, наезжать и проверять, и собирать дань, собственно, дань-то будут собирать китайцы, платить им. Это сдача Дальнего Востока и Сибири, Китая. Как вы считаете, ваше мнение, снижение цен на нефть, если продолжится, то что нас ожидает в ближайшие месяцы? Ну, снижение цен на нефть, я думаю, радикальным оно не будет, ведь наша нефть-бренд падала, марки-бренд падала до 90, сейчас около 103, да, это, конечно, неприятно для нашего бюджета, который сверстан на 117, если не ошибаюсь, но, понимаете, многие говорят, что вот-вот социальная катастрофа, мне кажется, что социальное недовольство и так достаточно велико, для свержения этого режима не хватает другой компоненты, ведь весь опыт падения авторитарных режимов покажет, что это взаимосвязанные два взаимосвязания, связанных процесса, недовольствие давления снизу и раскол верхушки, причем имеется в виду раскол самой верхней верхушки, полетбюро, ну, мы это видели во многих странах, а последний год это просто сплошная иллюстрация, включая телевизоры, смотри, как это происходило в Тунисе, как это происходило в Египте, как это сейчас происходит в Сирии и так далее. происходило по-разному, потому что, ну вот в Египте военные сразу сдали мубарок, и более-менее решили свою проблему, как бы сохранили определенные позиции во власти, были проведены выборы достаточно демократические, а в Сирии сложнее, верхушка не сдает осада, скорее верхушка выбивает взрывы, почему это происходит, это тоже очень просто объясняется, потому что в Сирии правит секта лавитов, находящаяся в меньшинстве, такая там политическая традиция, 10% населения, так же, как в Саддаме в свое время, третье суннитов правило всей страной, эти люди не сдают саддаты, не потому что из какой-то такой преданности, порядочности, их просто перережут вместе с саддатом, вот и все. Я не хочу таких мрачных аналогий проводить, но вот наша верхушка не сдает Путина, причем верхушка, включающая людей, достаточно критически к нему относящихся, ну, если сказать, ненавидящих его, я имею в виду системных либералов, вот, типа там, Чубайса, Волошина, крупнейших олигархов и так далее, так же, я их называю путинские оловиты, они в той же лодке, понимаете, убивать их никто не будет, так же, как и Путина, у нас все-таки не Ближний Восток, у нас другие нравы, но судить за масштабное воровство будут всех. то есть воровство это и есть тот самый цемент, который создает политическое единство нашей верху, страх ответственности за совершенные вместе преступления. Спасибо вам большое, Андрей Андреевич, за содержательную беседу, я предлагаю вам раз в месяц встречаться и подводить своеобразный итог того, что случилось за прошедшие месяцы. С удовольствием, тем более, что наш исторический опыт показывает, что август играет вообще какую-то мистическую роль в истории нашей отчизны. Итак, тогда до августа. А вы, уважаемые зрители, смотрите при этом.